МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Вопрос здоровья». С появлением в семье ребенка перед родителями одним из первых встает вопрос кормления новорожденного малыша. Молодая мамочка обращается за советами к опытным подружкам, ищет подсказки в интернете, слушает наставления бабушек и, к сожалению, не всегда обращается за помощью к врачу. И тут возникает множество противоречивых моментов. Что лучше – грудное молоко или смесь? Как долго и как часто нужно кормить ребенка грудью? Когда можно давать первый прикорм? Как справиться с коликой или запорами у малыша и так далее? Ответы на эти и другие вопросы сегодня даст опытный врач-педиатр. Огромное значение для здоровья и развития новорожденного ребенка имеет питание, особенно в первый год его жизни. Оказывается, таким образом мы можем предотвратить или, наоборот, спровоцировать развитие ожирения, метаболического синдрома, гипертонии, сахарного диабета и многих других заболеваний. В современной педиатрии существует даже такое направление – тысяча первых дней жизни ребенка. Что такое первые тысячи дней? А в мире уже стали считать возраст ребенка, как японцы, с момента зачатия. Мы по привычке говорим, что ребенку месяц, два, три, и отсчитываем время его рождения с момента рождения. С другой стороны, а ведь образ жизни беременной женщины, ее питание, он тоже влияет на здоровье будущего ребенка. И самое интересное, что вкусовые привычки ребенка начинают формироваться уже внутриутробно. И что будет любить ваш ребенок, зависит от того, что кушает молодая мама. И здесь уже начинаются сложности. Будущая мама получает массу противоречивых советов. От того, что можно есть все, до того, что нельзя есть ничего. От этого беременная женщина может получить невроз. Я всегда говорю, давайте вспомним наших мам и бабушек. На какой они диете сидели? Да не на какой. Кроме того, сейчас пересмотрены те положения, которые были в моде лет 20 назад, что беременная женщина должна есть за двоих. Да ерунда это какая-то. Не надо ей есть за двоих. Пусть ест за себя. Ребенок возьмет все, что надо. Не надо соблюдать никаких диет. Другой вопрос. Если у мамы самой есть проблемы со здоровьем, и по жизни у нее были ограничения, но мама страдает аллергией, у мамы есть заболевание желудка, и она придерживается определенной диеты, она и во время беременности будет соблюдать эти рекомендации. Но если вы совершенно здоровая женщина, и это первый, второй, третий, пятый ребенок, неважно, ведите обычный образ жизни, кушайте все, но без фанатизма. Первое правило. Во время беременности не отказывайте себе ни в чем. Помните, что когда родится малыш, у вас будет мало свободного времени. Поэтому хорошо высыпайтесь, больше гуляйте на свежем воздухе, не прячьтесь от солнца. Витамин D хорошо и для вас, и для малыша. И вот, наконец, ребенок родился. Для его питания нет ничего лучше маминого молока. В женском молоке находится столько всего полезного, что ни одна, даже самая дорогая смесь, не сможет повторить его состав. Иногда наши мамы и бабушки говорят, ну, ребенку не подходит грудное молоко, давайте переведем его на смесь. Ни в коем случае. Ни одна смесь не сможет заменить ребенку маминого молочка. В наших родильных домах врачи стараются как можно раньше приложить ребенка к маминой груди. Если позволяет состояние мамы и малыша, то кормить ребенка надо в первые полчаса жизни. В некоторых роддомах, еще не перерезав пуповину, пускает ребенка на живот, и он ползет и ползет к груди. Он знает, куда ему ползти. Казалось бы, ну какое молоко после родов? А вот эти драгоценные капли молозива, которые наполовину состоят из иммуноглобулина А, а это защита и желудочно-кишечного тракта, и дыхательного тракта от микробов, от вирусов, она очень важна. Поэтому не смотрите на количество, а смотрите на то, что ребенок даже первые драгоценные капли он от вас получит. Первое время ребенка нужно кормить по требованию. Однако это не значит, что на каждый писк мама должна давать ему грудь. Родителям следует научиться отличать крик, связанный с голодом, от плача, вызванного какими-либо неприятными ощущениями, например, мокрой пеленкой, холодом или болью в животике. Интервал между кормлениями может составлять от полутора до трех часов. При этом самым главным показателем является не цвет молока, а прибавка в весе ребенка и его спокойствие. Можно ли кормить ночью? Нужно. Во-первых, ребенок внутриутробно получал питание от мамы круглосуточно. Почему вы решили, что после рождения он может спать 6 часов? Он будет плакать, просить, кушать. Не спите вы, не спит муж, не спят соседи, не спят бабушки и дедушки, если живете в одной квартире. Ну, покормите его, и все, всем будет хорошо. Как долго он будет просить питание ночью? Все зависит от индивидуально, от ребенка. И если ваш муж встает к холодильнику в 3 часа ночи, почему вы думаете, что ваш ребенок не будет питаться ночью? Каждая семья индивидуальна. Здесь нет норм. Надо смотреть по потребностям ребенка. Как долго нужно кормить ребенка грудью? У славян принято грудное вскармливание до года полутора лет. В развивающихся странах могут кормить детей грудным молоком и до 3-5 лет. Ведь если ребенка раньше отлучить от груди, то у него начнутся проблемы с поиском пищи. Могут появиться проблемы с пищеварением. У славян это не было принято, длитное кормление. И когда задают вопрос, как долго, и мама говорит, да я уже вот тут четвертый год кормлю, очень хорошо, до армии можно кормить, и дальше в армию отправляйте. У нас есть народы, которые кормят до 8-9 лет. Не вопрос. Но ведь польза этого молока совершенно другая. Состав молочка меняется. И поэтому об этом знали даже наши бабушки и дедушки. Если мы посмотрим на картины старых мастеров, художественные произведения, старые фильмы, всегда за столом сидела большая семья, и никто не готовил прикормы поначалу, какое-то отдельное питание малышу. Как только он мог сидеть, его садили за общий стол, и он видел, что вся семья сидит за столом. Ты хочешь попробовать каши? На, попробуй, лисни пальчик. Ты хочешь хлебушка? На тебе кружечку. То есть уже в старые времена ребенка приучали к чужому питанию. Такой прикорм современные педиатры называют ознакомительным или педагогическим. Ребенок постепенно знакомится со взрослой пищей. У него формируются вкусовые привычки. Однако в таких случаях необходимо, чтобы вся семья получала здоровое питание. Ведь от того, какие пищевые навыки мы привьем малышу с рождения, будет зависеть, чем он будет питаться в будущем. Не ранее 4,5 и не позже 6 месяцев в рацион ребенка следует постепенно вводить прикорм. Современные педиатры не советуют начинать с соков. Это увеличивает риск развития кариеса, мочекаменной болезни, неправильных пищевых пристрастий. Лучше начать со специальной детской каши или овощей. С полугода можно давать фрукты. При этом следует отдавать предпочтение тому, что растет в наших краях. Это кабачки, тыква, морковь, яблоки и груши. Если ваш ребенок худенький, то первым прикормом может быть не овощное пюре, а каша. Это позволит малышу быстрее набирать вес. Каша сначала инстантная, магазинная, потому что она более богата витаминами, а потом варите, что хотите. Все каши полезны у нас, и в годы уже барьеры получше. Это может быть и овсяное, это может быть кукурузное. Но сначала из хлопьев надо готовить. И рисовое, и гречневое, по переносимости. Все очень индивидуально. Мультизлаковая каша, добавляйте туда фрукты, пожалуйста. То есть, ну, это к концу года, после 9 месяцев. К 8-10 месяцам ребенку можно начинать давать детский творожок. Некоторые родители закармливают детей творогом, якобы для хорошего формирования костей малыша. Однако он не является основным источником кальция. В первую очередь, творог – это белок, избыток которого может быть даже вреден для здоровья ребенка. На первом году жизни ребенок должен получать овощное пюре с мясом. То есть, переведем на русский язык, это борщ или щи с мясом. Пожалуйста. Начинаем сначала с немецного, измельченного, правда? А потом покрупнее, покрупнее. К концу года уже с ложкой жует. Сейчас пообедаем. Впереди у нас столько планов. В возрасте 6-8 месяцев ребенку можно давать попробовать яйцо. Это при условии, что в семейном анамнезе нет предрасположенности к аллергии. Четвертушку желтка можно добавить в овощное пюре. Если не покраснели щечки и не появились проблемы со стулом, дальше можно давать яйцо через день, увеличивая объем. Что давать? Целое яйцо или желток? Конечно, желток. Почему? В белке меньше полезных веществ. А ведь в желтке железо, лецитин, который нам нужен для мозга и для зрения. Может быть перепелиное, может быть яйцо куриное. Никаких преимуществ нет. Единственное, что может быть перепелиное, вам легче поделить, оно меньше объемом. Но сказать, что вот это яйцо супер в отварном виде, а куриное там так себе, я не могу. Поэтому каждая семья определяет, опять же, по стоимости. Однозначно не рекомендуется гусиные яйца, тяжеловаты. Но страусины у нас крайне редко продают и такого размера, что всю семью можно накормить. А так никакой экзотики. Кроме того, ребенку можно давать детское печенье или сухарики. При этом нужно выбирать продукты экологически чистые, без различных ароматизаторов и пищевых добавок. А потому, выбирая питание для своего ребенка, внимательно читайте его состав. Обязательно учите пить из кружки. Вот что можно пить? Все, что он любит. Но если вы варите домашние компоты, не добавляйте туда сахара. Вообще в норме дети до полутора лет не должны получать сахар и соль. К ним быстрее всего формируется пищевое пристрастие. Это вот прям, вот знаете, наркотик такой. Как научите, то и получите. Поэтому желательно, конечно, чтобы очень много сладкого не присутствовало. Даже кукурузные палочки, которые вы даете пережевывать ребенку, держат в руках, пожует. Оказалось, мы сами с этим столкнулись, что без сахара-то найти – это проблема. Даже если ребенок находится на грудном вскармливании, то только к концу года проявляется вопрос. Можно ли ему давать коровье или козье молоко? В России и Европе запрещено использование цельного коровьего или козьего молока для питания детей до года. Ведь они очень богаты белком. А это программирует нас в детстве на будущее заболевание. Меняется экспрессия генов. И вот этот наш белочек, потом это ожирение, это гипертония и так далее. То есть до года я бы его категорически не давала. И даже если по какой-то причине мало молока, мы всем рекомендуем в первом полугодии только гипоаллергенные смеси. Там, где уменьшено количество белка, он частично гидролизован. Если все-таки к концу года, ну, вот вы не знаете, что дать третьим прикормам, вы хотите дать молоко с печеньем, например. Пожалуйста, дайте. Это должно быть детское молоко. Да, оно тоже готовится из коровьего молока. Да, оно может готовиться из козьего молока. Но там будет слово детское. Оно будет очищенным, оно будет витаминизированным, оно будет сбалансированным по железу и по всему остальному. У новорожденных детей нередко встречаются различные функциональные расстройства пищеварения. Такие как срыгивание молочка, младенческая колика, иногда запор. Зачастую можно услышать мнение, что малышу просто не подходит грудное молоко. Однако это далеко не так. Причины функциональных расстройств могут быть самые разные. Если ребенок после кормления немного срыгивает молочко, это нормально. Если же срыгивание обильное, то здесь причины бывают разные. Например, так может проявляться пищевая аллергия. Таким образом, наш мудрый организм просто защищается от аллергена. Иногда ребенок срыгивает, когда ему передается эмоциональное возбуждение мамы. А может у него просто низкое положение при кормлении, тогда его нужно приподнять. Или он во время кормления захватывает много воздуха. В этом случае ребенка нужно просто поносить в вертикальном положении. Если это все-таки такая проблема, которую очень маму достает, конечно, надо проконсультироваться с гастроэнтерологом. В старые времена что давали? Давали загустители. Какие? Ну вот не было смеси антирефлюксных. Что давали? Варили манную кашу и перед кормлением, даже перед грудным, давали чайную ложку каши. Независимо от возраста, она там разбухала. И вот этому тяжелому подняться легче, срыгнуть. Сейчас у нас есть антирефлюксные смеси. И можно, если действительно эти срыгивания нарушают качество жизни, 20-30 грамм перед кормлением или во время кормления дать ребеночку. Принцип тот же. Разбухает и попробует, и срыгни то, что уже комом в желудке стоит. И, как правило, дети после 6 месяцев дозревают, пища идет более густая, когда прикормы начинаются, и перестают срыгивать. Если же, несмотря на срыгивание, ваш ребенок прибавляет в весе и находится в хорошем настроении, то вам не следует беспокоиться. Это функциональное расстройство со временем пройдет. Что касается младенческой колики, то она может быть связана с неправильным питанием мамы. Например, если кормящая мамочка съела много сладкого или мучного. Колика связана с тем, что у ребенка еще не зрел фермент, который называется лактаза. Он дозреет. А первое мамино молочко, оно очень богато лактозой. А переварить нечем. И дальше что? А дальше брожение начинается. Колика. Поэтому самый простой совет. Ну, сцедите вы некоторые порции молочка, столовую ложечку. И дальше пойдет более густое молоко, где меньше лактозы. И это может быть решением колики. Погрейте животик, поносите ребенка на себе. Но не отказывайтесь от грудного молочка. Потому что колика она сегодня есть, завтра ее не будет. Вот. Но это не повод менять грудное вскармливание. Что касается запоров, то они также могут быть спровоцированы неправильным питанием или сидячим образом жизни человека. Кормящая мама может отрегулировать это. Например, съесть свеклу или пожевать инжир. Иногда запор может быть признаком недоедания ребенка. В этом случае нужно провести контрольное измерение количества молока в груди. В целом, если любое функциональное расстройство не сильно влияет на качество жизни и беспокоит малыша, скажите себе, все это пройдет. Однако не лишним будет проконсультироваться у специалиста, чтобы не пропустить серьезную органическую патологию. Дорогие мамочки, папы, часто очень хорошие папы, которые тоже принимают участие и в питании, и в воспитании детей, и милые бабушки, которые дают очень много советов, Я думаю, что наша сегодняшняя беседа в чем-то вам поможет. Помните, что ответственность за здоровье ваших детей несете все-таки вы. Несмотря на то, что сегодня мы даем вам полную самостоятельность в выборе сроков, в выборе качества, в выборе порядка питания, это все решает семья. Тем не менее, вы, наверное, должны учесть и мировой опыт, и советы мои, участкового педиатра, гастроэнтеролога или любого другого врача, который следит за современными тенденциями и занимается вопросами детского питания. Успехов вам! Пусть ваши малыши будут крепкие, здоровые, умные, а это все будет зависеть только от вас и от того питания, которое будет получать ваш ребенок. Здоровье и самочувствие малыша напрямую зависит от его питания еще до рождения и в первые годы жизни малыша. А потому родители должны сделать все возможное для того, чтобы привить ребенку навыки правильного здорового питания. При этом следует помнить, что каждый маленький человечек – это индивидуальность. Нельзя загонять его в строгие рамки, бездумно следовать чем-то советам и правилам. Родителям нужно научиться понимать своего малыша, учитывать его желания и потребности. Берегите своих деток, и пускай они будут здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова